3 июля утром на Тайване произошло сильнейшее за последние четверть века землетрясение, в результате которого было повреждено здание поиски продолжается. Одно пятиэтажное здание было сильно повреждено, в нем обрушился первый этаж, остальные наклонились под углом 45 градусов. В столице Тайваня землетрясения также пострадали здания, а школы были эвакуированы. По данным Тайванского агентства по мониторингу землетрясений магнитуда, землетрясение составило 7,2 балла. Толчки произошли примерно в 18 километрах к югу и югу западу от Хаулиена. Последний раз Хаулиен пострадал от землетрясений в 2018 году, когда обрушился исторический отель и другие здания. 21 сентября 1999 года на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла, в результате которого погибли по меньшей мере 2400 человек. 100 тысяч человек получили ранения и были разрушены тысячи зданий, сообщает христианские заголовки 3 апреля 2024 года. Мир вам, братья и сестры, христиане! Вот землетрясение, амплитудой 7,2 балла на Тайване. Большое бедствие, хотя напоминается, что 25 лет назад, в 1999 году, землетрясение было амплитудой 7,7 баллов. И унесло жизни 2400 человек, и 100 тысяч человек фактически пострадали об этом землетрясении. То есть большое-большое такое бедствие, да и это землетрясение достаточно такое сильное, самое сильное на Тайване за последние 25 лет. Что можно еще сказать, братья и сестры, о вот этих бедствиях, которые происходят, климатических бедствиях? Конечно же, во многом мы видим, что это умножается. Это тоже результат греха. Одним Бог попускает для того, чтобы они раскаялись и приняли и стали христианами. А в христианских странах иногда это происходит, чтобы христиане покаялись и были настоящими христианами. Но в любом случае нужно такие события, потому что Господь говорил, что познамения многое узнает. Они должны заставить людей задуматься больше. Хотя я не вижу, чтобы особо люди задумывались, и это плохо. Если люди не задумываются, значит, Бог попускает еще новые трудности, страдания для того, чтобы люди раскаялись. Потому что даже некоторые трудности здесь на земле ничто в сравнении с тем, что души людей идут в ад. Бог попускает иногда и физическое недомогание, то есть болезни допускает, и катаклизмы разные. Поймите одно, когда есть воля Божия, а другое, когда Бог попускает, чтобы вы различали. Бог не делает зло, но он иногда попускает, то есть немножко забирает защиту свою, и дьявол быстренько пытается использовать. Помните, как Иов? То есть, да, он был защищен полностью, и Бог просто попустил, но дьявол взял это на вооружение, и, скажем так, и был удар и по его имуществу, и по его детям, и даже по его телу забрано здоровье. Это враг делает, чтобы вы понимали. Но Бог иногда попускает, чтобы человек задумывался. Поэтому также хочу, чтобы вы задумывались, потому что часть, вот вы смотрите, какие-то там трудности, там война, там землетрясение, там какое-то сильное наводнение. Смотрите, ну вот это где-то, где-то, но это как бы не о нас. Нет, кто бы мог подумать, что будет война между Россией и Украиной. Так, ну это есть, и это происходит, и нужно задумываться, что нас тоже может это коснуться. У нас тоже может быть вот такие трудности, и чтобы их не было, что нужно? Нужно каяться, братья и сёстры, освещаться, потому что в трёх направлениях возникают трудности, чтобы вы понимали. Одну часть мы должны нести, вот эти Адаму страдания, проклятия, мы нести, потому что Бог не обещает рай на земле. Но ещё две трети их проблем, это через просто, через человеческую, я бы так сказал мягко, немудрость или там глупость человеческую. Просто ошибки делаются, порой глобальные, серьёзные, большие ошибки делаются. Ну и ещё также, можно так сказать, отнести одна треть трудностей, возникает бед разных из-за греха. Да, Бог предупреждал Израиль сколько, что не грешите, вот вам благословение, вот вам проклятие. Если будете грешить, что будут и войны на вашей территории, будут и бедствия, и голод, и тому подобное, братья и сёстры, в том числе и стихийные бедствия. Поэтому я призываю, конечно же, христиан ещё раз задумываться и понимать то, что это тоже может быть и на их территории. Чтобы этого не было, нужно каяться, меняться, освещаться. А кто не христианин может слышать этот канал, то они призывают стать христианами. Таким образом и свою душу спасут, и, конечно, повлияет и на ту местность, где они живут. Потому что много может усиленная молитва праведника. Очи и глаза Господни направлены к праведным, к молитве их, и против делающих беззаконие, чтобы истремлить их из земли. И поэтому используем вот эти тоже, что-что возникает, как говорится, и зло, и в доброе. То есть возникают вот эти трудности, чтобы они тоже побудили, как есть, да, скорбь, скажем так, к покаянию. Не к депрессии, да, а к покаянию. То есть что-то сталось или что-то где-то случилось, задуматься ещё раз. Значит, можно что-то, что-то нужно изменить, покаяться и так далее. А если это и нас может быть, или мы близки к этому, нужно каяться, чтобы этого не было. По этой бодрости им велико, братья и сёстры. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова